Здравствуйте! В эфире программа «7 минут» в гостях у меня сегодня Марина Сливкова, директор магазина «Байкер». Марина, добрый день! Здравствуйте! Ну вот в первую очередь, наверное, начнем с того, что весна началась, да, и, насколько я понимаю, сезон тоже открывается. Вот для того, чтобы пойти уже пора и покупать себе веломототехники. Вот я права, нет? Ну, думаю, да, потому что погода уже на улице довольно-таки теплая, снега нет, дороги сухие и чистые, и уже многие люди выехнут в своих мотобайках, велосипедах и используют их в назначении. Вот если мы пойдем в магазин «Байкер», именно, да, вот что он может нам предложить в этом плане? Насколько большой ассортимент, выбор? Ну, я думаю, что у нас довольно-таки большой ассортимент товара. Как бы мы можем предложить и велосипеды, и мотоциклы, и скутеры, как бы на любой вкус человек. А вот на любой или тоже там размер кошелька, например? В этом плане тоже большой ассортимент, есть, как бы, цены и маленькие, и большие, то есть, соответственно, как бы, и… Есть на любой кошелек, как бы, по желанию клиента с различными функциями любой товар. А вот с какими фирмами работаете? Мы работаем довольно-таки с известными фирмами в нашей целой категории. Как бы это «Стелс», «Ирбис», «АВМ», «Эрэйсер», то есть, эти марки, которые довольно-таки хорошо себя зарекомендовали на нашем рынке, Люди эти марки знают, они ими довольны, они им пользуются, как бы, они всем нравятся. Марина, вот уже сколько лет существует в магазине «Байкер»? Магазин «Байкер» существует, наверное, где-то лет 15. Вот, как бы, люди, как бы, уже знают этот магазин, как бы, люди идут, люди часто покупают товары, как бы, проходят время, приходят опять же в магазин и покупают себе другой товар. А вот за это время, наверное, как-то и ассортимент меняется, да, и новинки какие-то появляются? Ну, естественно, как бы, мы стараемся идти в ногу со временем, как бы, рынок развивается, товар развивается, повышается спрос у людей. То есть, зависимость от спроса, то, что нравится людям, то, что они просят, соответственно, такой товар у нас есть в магазине. А вот если взять, например, ну, пару последних лет, может быть, последний год, да, что вот было самым популярным, самым пользующимся спросом, что чаще всего люди покупали? Ну, в последнее время люди, наверное, стали больше ездить, во-первых, на велосипедах, как-то, наверное, больше снимаются спортом, наверное, отдыхают более активно, выбирают вид отдыха. Вот, также люди больше пересаживаются на мотоцикл, да и на скоттере, как бы, летом это очень удобно, нет пробок, быстро добраться можно с одного пункта в другой. Вот, удобно, легко и быстро. Сама вот как пробовала, практикуешь? Мне больше нравятся велосипеды. Полезнее для здоровья? Ну, наверное, да. Марина, а вот какие-нибудь новинки появляются? Вот, например, сейчас какие-то новинки есть в магазине, что можете предложить? Новинки есть во всех марках и мото, и велотехнике, и в мотоциклах, и в новой модели, и в скоттерах, и в велосипедах. Вот, то есть, новинки есть, и в большой технике, и в велосипедах разные есть. А вот если быть, например, зимней техникой, да, вот, как бы, многие любят готовить сани, что называется, летом. То есть, вот, можно сейчас купить зимнюю технику? Как она называется? Снегоходы, например, да? Да, конечно, есть. Насколько это выгодно, кстати, вот именно летом? Есть у нас снегоходы. Их выгодно, конечно, покупать летом. Как бы цены по... Продаем по ценам прошлого года, это очень выгодно. Вот. Выгоднее, чем покупать эту технику в сезон. А вот, когда покупает человек технику, какие-то гарантии ему предоставляются? Гарантии, конечно, есть на любую технику. Вот, гарантии качества есть, как бы, мы технику эту и обслуживаем. Чиним, да, как бы, осматриваем. Обслуживание проходит техника в нашем же магазине. У нас есть хорошие специалисты, которые следят за техникой, которые готовят ее к продаже, которые собирают ее, которые обслужат впоследствии после продажи. А вот можно купить технику в кредит? Технику можно купить в кредит. Мы работаем со многими банками. То есть, любой клиент может взять у нас любую технику в кредит. Марин, вот все это, конечно, хорошо и замечательно, да, а вот все-таки, как ни крути, скутеры, квадроциклы, ну, даже, наверное, велосипеды, да, ну, опасность определенная есть, когда они появляются на дороге, и в том числе для тех, кто управляет ими, да. А вот когда речь идет о детях, например, вот как мама, вот, Марин, как мама своему ребенку разрешите ездить на скутере, на квадроцикле, как? Ну, естественно, это ответственность, первое, что ложится только на родителей, только родители отвечают за своего ребенка. Это, соответственно, нужно смотреть, может ли ваш ребенок сесть на эту технику, там, на какой-то мотоцикл или скутер или еще что-то. То есть, он зависит от конкретного ребенка. Вот. Своему сыну как? Разрешаете? Мой сын ездит на квадроцикле, вот, но опять же мы отвечаем за него, как бы мы смотрим, мы смотрим за ними, сажаем там, где, естественно, нет ни людей, ни машин, просто мы его обучаем. Вот. В плане выезжать ребенку на дороге, естественно, конечно, если ребенок маленький, то, естественно, нельзя. Вот. Многие дети там в 12-15 лет выезжают на дороге, но, естественно, это очень опасно. А вот то, что сейчас вводят или, честно говоря, вы даже не знаю, ввели уже, наверное, да, правила на технику, на это, это как-то вот не мешает продажам? И вообще, вот, как относитесь вот к этому, да, нововведению? Ну, я считаю, что это необходимо, потому что, таки, когда выезжаешь на дорогу, ты должен, как бы, понимать, что ты находишь на дороге, там много машин, и сейчас наши машины, как бы, не особо следят за скутерами, которые мимо проезжают. И водители мопедов, скутеров должны сами осматривать проезжающие мимо машины. Ребенок должен понимать право дорожного движения. Как бы, сейчас существует автошколы, у которых есть все оснащение для того, чтобы проводить обучение и получение бодельских прав на вождение, мототехники. Поэтому я считаю, что это необходимо. То есть уже в автошколе, скутеры, автошколах скутеров? Автошколы, да, проводят обучение для езды на мототехнике. А Марина, ну еще такой вопрос, а люди у нас все-таки любят, вот как ни крути, да, скидки, акции и прочее, прочее, чем магазин «Байкер» может порадовать? Или радует, может быть, периодически или всегда? В принципе, в этом отношении скидки и какие-то акции проводятся регулярно. То есть сегодня на одну виду техники, завтра на другой вид техники. Выпроводят также рассрочки на какой-то вид товара. То есть мы стараемся заинтересовать клиента с разных сторон. Ну вот если клиент уже заинтересован, готов приобрести себе железного коня, куда идти, где найти магазин «Байкер»? Сейчас у нас в Рязани три магазина. Один находится на Московском, в сторону выезда из Рязани. Второй магазин находится на улице Восковольтной, это район Гурощи. И третий магазин новый открылся у нас в Дашках рядом с магазином «Лента». Ну и в мир, конечно же, цифровых технологий, интернета, наверное, можно все это как-то в интернете заказывать тоже, да? Да, у нас есть сайт на интернете, нас можно найти и на сайте. И, в принципе, можно даже не приезжая в магазин, если ты знаешь конкретную какую-то модель мотоцикла, которую ты хочешь приобрести, можно просто позвонить по телефону, заказать, и мы привезем его на дом. А вот если я, например, хочу, да, но в этом особо ничего не понимаю, я приду, мне все покажут, все объяснят? У нас очень грамотные специалисты в магазинах, они знают всю технику, они очень хорошо разбираются в этой области, они дадут хороший совет, консультацию и правильно подберут вам технику. Ну что же, Марина, спасибо большое о процветании магазина «Байкер». Ну и, друзья, конечно же, будьте в любом случае аккуратнее на дорогах. Это программа «Семь минут». В гостях у меня сегодня была Марина Сливкова, директор магазина «Байкер». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!